Оставлением отношений. Ну это очень размытый сюжет. Хорошо, в чем ты готова ограничить себя? Касательно него, наверное, во всем. Просто смотри, как я это вижу, да? Я вижу так, что он тебя не боится потерять, а для тебя это очень страшно. Поэтому ему твои списки вообще в доядрении Феди. Понимаешь, да? Вот как с этим-то быть? Понимаешь, насильно ты мил не будешь? Да, я знаю, что насильно мил не будешь. Но, окей, допустим, может быть, я реально какая-то странная со своими там списками, задачами. А просто обычно мне есть... Это все, вот все это фиолетово. Когда человек любит женщину и боится ее потерять, он будет все высушить. И списки выслушает, и ты сам там ей пункты допишет, в чем он не прав. И так далее. Понимаешь? Когда человек не боится потерять другого человека, вот ты хоть что сделай, ну, понимаешь, да? Ты не можешь завоевать отношения другое. Понимаешь? Он сказал, что я сейчас меняться не буду. Вообще не будет меняться. Я не хочу вестись на эту всю ерунду. И реально скучно. Она ничего не делает. Она не работает просто. И я ей уже говорил, давай чем-нибудь займемся. Она сама, честно говоря, вскользь разговора, она этого не отрицает. Просто как может это всем показаться, что я ее там не люблю, не ценю, то все. Ну, это все фигня. Просто я буду, если вестись на вот эту всю ерунду, вот эту, то, что я ухожу, я этот, вот, 5-10. У нас было уже такое. Через 2 дня звонит и начинает, Дим, я хочу там это. Дим, ну, зачем мне эти игры? Я просто избегаю вот этого детского сада, чтобы мне садились на шею и начинали вот это вот. Ты бы сказал несколько раз, что Вика, ну, вот нам кажется, что Вика добрая, милая девочка, да? На самом деле она такой не является. Какая Вика на самом деле? Она умная, хитрая, такая она, знаешь, может, там, что-то вскользь такое, там, отомстить, что-нибудь специально сделать назло, как бы. Но она такая, сучка маленькая. Я решила принять в позицию того, что, хорошо, я не отвергаю того, что мои мысли правильны и верны. Он дал себе определенный дедлайн, я дала себе дедлайн в голове о том, что, хорошо, если я во всем виновата, мне не тяжело там признать и так далее, я не скажу, что это у меня с какой-то короной. Хорошо, я буду во всем виновата, хорошо. Если это, там, мои глупости, которые... А скажи мне, а что это последнее, извиняюсь за выражение, хочется сказать грубо, полового органа на земле, что ты вот так вот, понимаешь, и готова быть во всем виновата, и готова поступить со своими какими-то принципами, чего ради, скажи мне. Нет, я не говорю, что это там последнее или еще что-то, но, возможно, я действительно в каких-то моментах переусердствую вот с этим. Хорошо, возможно. Вот, хорошо, вот сейчас там сказали... Понимаешь, ты не слышишь, что я тебе говорю? Переусердствуешь ты, не переусердшься в каких-то моментах. Если человек любит, он... Не права ты сто раз, понимаешь, когда человек любит другого человека, будь ты сто раз не права, он тебя никуда не отпустит. А ты человеку говоришь, я тогда уйду с проекта, он говорит, иди. Я тебе вещи еще помогу собрать. Я это слышала. Он говорит, да, вчера сказала, что уйдет, а потом раз и в койку прыгнула. Понимаешь, ему вообще даже не страшно, когда ты говоришь, я уйду. Естественно, я ее боюсь потерять. Да я просто не буду об этом кричать, это показывать, вот это все. Как это можно показывать? Хорошо, я этого расскажу тогда. Бояюсь потерять. Хорошо. Ну, реально. Все, тогда буду наблюдать за вашими отношениями. Спасибо большое. О, как бы у нас ведущий, не засадив.